Некоторые маршруты беженцев, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза, затронули и нашу страну, а именно территорию Заполярье. В Мурманской области выходцы из теплых стран Африки и Ближнего Востока чувствуют себя немного не в своей тарелке. Многие впервые видят снег, а в мороз, добавок, приходится осваивать новый вид транспорта – велосипед. Именно на нем переселенцы планируют доехать до заветной Европы. Александр Лякин увидел, как это происходит, и вник в трудности перевода. В Заполярье уже самая настоящая зима, выпал снег. И в спортивных магазинах самый ходовой товар – это снегокаты, санки и, как ни странно, велосипеды. Кассу этому магазину в приграничном городе Никель делают покупатели с Ближнего Востока и Африки. Им всем нужен велосипед, чтобы доехать отсюда до норвежской границы и пересечь ее, как того требует правило, на любом транспортном средстве. Не понимаешь по-русски. Вы не понимаете? Да, они тоже не понимают по-русски. Кого только нету. Все сирийцы, иранцы, африканцы. То есть много очень национальностей. Ну, как бы так по ним особо не различить. А какие самые ходовые велосипеды? Да, им без разницы какие. Главное, чтобы ехали. То есть чем дешевле, тем лучше. Они, может, там в гостинице отдыхают немного, и оттуда уже до границы на велосипеде. А сколько ли границ? Ну, 40 километров. Патрик из далекой Африки всего несколько раз прежде катался на велосипеде. А снега до этой недели и вовсе никогда не видел. Старенький минский аец со спущенным задним колесом стал для него сущим наказанием. Но уже через час он освоился и довольно лихо вписывался в повороты на улицах заполярного города Никель. У вас колесо спущено заднее? Сзади? Вы откуда? Супер. Супер, да? Да. Для беженцев местные скалистые пейзажи все равно, что поверхность неизвестной враждебной планеты. Чтобы преодолеть 40 километров по снегу до норвежской границы, нужна хоть какая-то тренировка. Возле местной гостиницы молодые мужчины осваивают двухколесные байки. Про безопасный, относительно дешевый северный маршрут в Европу они узнали из средств массовой информации. В Норвегии они принимают ровно 8 тысяч человек беженцев. Его в первую очередь сирийские, афганские и ираки. И остальные, короче. Квоту выберут они? Да. И закроют границы? До 4-й анвара. Как информация у нас есть, до 4-й анвара. Большинство беженцев здесь из Афганистана. 12 лет контртеррористической операции под руководством США и Великобритании не сделали их жизнь на родине хоть сколько-нибудь безопасней. Поэтому афганцы используют любую возможность покинуть свою страну. И Россия для них удобный трамплин. Многие учились в русских школах, у некоторых тут живут родственники и знакомые. Сарафан радует, сарафан радует, допустим, там народ приезжает в борщик. Громисс, ну, певает пропускать столько народу. И поэтому создаются условия для того, что, допустим, кто-то за деньги, допустим, там очередь должен покупать на границе. Как это часто бывает, появились люди, которые ищут возможность заработать на безвыходном положении беженцев. Ходят какие-то списки, без которых в сторону границы не выпускают ни пешком, ни на велосипеде. Суммы за переход называют разные. Говорят, что за тысячу долларов хоть сегодня будешь в Норвегии. Отсюда бесплатно никто тебя не отправит, до автобуса они отправляют. Все равно мы велико покупаем. Главное, чтобы они не опускали народу много отсюда и ждет, на срок закончится. У меня друг есть, там у него два дня виза остался. Но даже эти условия не сравнить с тем, что творится на границах Словении, Хорватии и Венгрии. Поэтому заполярный поселок Никель, в котором и своих проблем немало, стал заветной целью для тысяч беженцев. Сколько еще будет открыто это окно в Европу, никто не знает. Но поток беженцев через Мурманскую область растет с каждым днем. Александр Лякин, Сергей Шилин, Кирилл Зельвянский, Сергей Левашов. Первый канал Мурманской области.